Всех приветствую! Вы попали на канал о вязании. Это видео планировалось уже очень-очень давно, но мой панический страх встать лицом в камере сделал свое дело и видео откладывалось в течение нескольких лет. И вот этот долгожданный именно для меня момент настал. Это мое первое видео вживую. Давайте знакомиться. Меня зовут Лона, я живу в Латвии и я обожаю вязать. Вязание это мое хобби, это моя медитация, это мой отдых, это время, когда я могу побыть наедине сама с собой. Только поймите меня правильно, вязание не занимает 24 часа в сутки, я не занимаюсь только этим. У меня есть семья, я хожу, как и все обычные многие люди, на работу. И хорошо, если я в сутки уделяю своему хобби 2 часа это максимум. Но для меня важно находить это время. Ведь всегда находятся дела, которые нужно сделать срочно, которые нужно сделать здесь и сейчас. И порой мы просто не находим время на свое любимое хобби. И что это значит? Что проекты, которые не довязали, на которые не нашли времени, переходят в разряд долговязок. А для меня потом заставить себя уже начать заново с тем же воодушевлением и с той же энергией достаточно сложно. И очень жаль, что многие проекты так до сих пор и лежат на полках и ждут своего часа. Потому что меня захватили новые проекты и новые интересы. Вяжу я как речком, так и спицами. Вяжу я огромные ковры, маленькие салфеточки, шапки, шарфы, кардиганы и многое-многое другое. Ключевое слово здесь вязать. Вяжу в основном для себя, для членов своей семьи, реже для знакомых и еще реже на заказ. Но вот именно отсюда и начинается правда. Создаваю что-то сумасшедшее или обычное, сложное или простое. Мне важно, чтобы потом у меня была возможность поделиться этим со всем миром. Я люблю жить в современном мире, потому что у нас так много возможностей. Я обожаю социальные сети. Я использую Инстаграм и Фейсбук. Знаете, наверное, я расскажу историю, которая случилась со мной в канун Нового года, благодаря тому, что я использую социальные сети и еще общение с другими людьми. Кстати, ссылку на свои социальные сети я оставлю под этим видео. Вот там вот. Так вот, эта история со мной приключилась в канун Нового года, 31 декабря. Открываю я, как всегда, утром свой Инстаграм и смотрю, кто пролайкал мои фотографии. Мне обычно интересно, кто, как. Я слежу за другими, те, кто выставляет свои фотографии. И также просматриваю, кто лайкает мои фотографии. И тут я вижу, что это Элилина Хромченко. В первую очередь я побежала к своему мужу. Он не поверил, сказал, что это фейковый аккаунт. Потом дети, потом друзья, знакомые, все были в шоке. У нас связалась переписка. И в конце концов, это долгая история, долгое общение. Она заказала у меня одно мое изделие. Когда ковер был готов и настал момент передать ковер уже Элилине Хромченко, она спросила, как удобнее доставить, бываю ли я в Москве. Я. Бываю ли я в Москве? Конечно, нет. Ну, конечно же, я сказала, что бываю. Побежала делать ризу и поехала в Останкино. Когда еще меня Элилина Хромченко пригласит на модный приговор побывать в Останкино? У меня была экскурсия. Я посмотрела там очень много. Так вот, это все история другого видео. И это я расскажу еще, если вам интересно, в следующий раз. Но сейчас мне об этом. Мое хобби привело меня к общению с какими-то интересными людьми. Я познакомилась с новыми людьми. Я побывала в каких-то новых для себя местах. Если бы не мое хобби, я бы точно там наверняка и не побывала бы. Вот это важно. Занимайтесь своим хобби. Свой канал на Ютубе я зарегистрировала в далеком 2013 году. Первое слайд-шоу выпущено летом 2014 года. Сейчас апрель 2016. Вы представляете, долгие два года я вынашивала эту идею снимать видео. И она меня ни разу не оставила. Я все время об этом думала. Но все время стеснялась. Теперь я настроена решительно. Это видео сегодня помогает мне снимать мой брат. Он видеооператор. И, представляете, его хобби есть его работа. Счастливый человек, правда? Многие так мечтают. А ты чего лезешь? Мне переснимать теперь. Мои планы входят. Снимать видео о моих процессах вязаниях. Снимать видео и хвастаться своими инструментами. Их я особенно обожаю. Если вы захотите, и если вам это будет нужно, конечно же, я сниму мастер-класс на какие-то свои работы. И уж точно я не собираюсь больше пропадать надолго. Наверное, это все, что я хотела сказать сегодня. Познакомиться с вами, представить немножко себя. Но, пользуясь случаем, хотела бы передать привет рукодельцам, которые ведут свои каналы. Вы большие молодцы. Признаюсь честно, некоторые каналы я смотрю как сериалы. И с нетерпением жду следующей серии. Надеюсь, вы примете меня в свою дружную компанию. Спасибо, что были со мной. До новых встреч. Ты меня сбил, стоп. Да блин, ну что ж такое? Я так бровками повела. Да и мне, понимаешь, мне хочется уже вот... Или простое. Это было нормально? Благодаря моему хобби и моим социальным сетям. Ты есть в своей социальной серии? Нет, я запиналась. Да. Она что не накончила? Рябчик. Качаешься. Кача. Это вот знаешь, что так проще всего вывести к ребенку. Има правда, дальше нет. Башкой надо меньше ворочаться. И вообще. Она ей тапотала, тапотала, мешала снимать. И я решила, что она хочет на кадр. Ты хочешь сниматься или нет? В конце концов. Она прячется. Пускай. Только не започи. Как попрощаться красиво. Спасибо огромное всем за просмотр. И до новых встреч. Ура, ура.